День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. В 2016 году Одесский репортовый закон. Завод закончился убытком в размере почти 3 миллиарда гривен. Совершенно очевидно, что предприятие может зарабатывать деньги само, но почему-то это не делает. Скорее всего, это кому-то выгодно. И вот странная штука. Работает выгодно, не работает тоже выгодно. Давайте поговорим об этом. К нам в студии присоединился Сергей Якубовский, экономист. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, информация для наших телезрителей, мы открываем линии для голосования. Сегодняшний опрос звучит следующим образом. На свалке под Одессой мусор действительно из Львова и ваши варианты ответов. Да, нет, это политическая провокация. Сергей, ведь хороший завод на самом деле. Ведь нужное дело производить удобрения. Ведь можно же делать... И выгодное самого. И выгодное, и нужное, и выгодное. И, кстати, настолько выгодно, что даже можно их и экспортировать даже. Так что же происходит с этим предприятием? Что же так лихорадить его? Так, как и экспортировали раньше. И экспортировали, да. Ну, я тут еще пару цифр назову. Вы абсолютно правы, касательно убытка. Просто март 2017 года подарил нам много интересных событий. И одно из них связано с припортовым заводом. 6 марта суд города Южного принял такое тихое решение, по которому Одесский припортовый завод должен перевести на Кипр в одну из офшорных компаний сумму почти в 7 миллиардов гривен. Это произошло 6 марта. Некоторые средства массовой информации опубликовали... Что это за суд? Кто против кого и кому должен деньги припортовый завод? Ну, что есть такой олигарх Фирташ в Украине. Он сейчас живет в Вене. Скрывается от американского правосудия. Так вот, по одному из контрактов, который был заключен в январе 2013 года, когда, кстати, президентом был не Порошенко Янукович, он подал в суд Стокгольмский суд. Стокгольмский суд принял решение, что тут, в общем-то, Одесский припортовый завод виноват. Но, знаете, у нас международные суды могут принимать решение в Украине, они могут годами не выполняться. А здесь вот неожиданно, достаточно быстро, без особых разногласий и противодействия стороны правительства, потому что это все-таки государственное предприятие, Одесский припортовый завод, суд принимает решение, что надо вернуть в офшорную компанию господина Фирташа, там, по-моему, 270 или 260 миллионов долларов в пересчете на гривне почти 7 миллиардов гривен. И тут бы, конечно, украинским патриотам пойти к суду, знаете, как обычно они там перекрывают, там, судью не выпускают, либо заводы Фирташа заблокировать. Заварить двери там, пены за душу, монтажные. Но министр внутренних дел, по определенному стечению обстоятельств, на следующий день вдруг в интернете видит информацию, что где-то в России у кого-то приняли паспорт ДНР. И сразу же, говорит, подождите, какой там Фирташ, надо грабить. Ну, не где-то, а это было постановление российского правительства выдавать и обслуживать, в частности, в Сбербанке России, обслуживать ЛДР и ДНР паспорта. Но ВАКа в интернете нашел, и украинские патриоты забыли про 7 миллиардов, которые почему-то должен получить из Одесской области господин Фирташ, и пошли громить Ощадбанк, и потом было решение Ренбро. Сбербанк. Да, Сбербанк, Сбербанк, да. То есть, вот, это как бы событие уже случайное, да, но вот почему-то это прошла информация мимо украинских патриотов, и поэтому Одесский припортовый завод, кроме 3 миллиардов, которых вы сказали, кроме полутора миллиардов долга перед нефтегазом, теперь должен отдать господину Фирташу еще 7 миллиардов. По-тихому? По-тихому, но, может, благодаря вашей передаче будет не по-тихому, но на самом деле, раз как-то вот... Помните, мы в прошлый раз говорили о газе, с вами помните, еще спорили вот блокаду Донбасса и газ, который поступает в Украину, как-то на это не обращая внимания, но теперь еще 7 миллиардов нужно будет отдать. Слушай, я действительно не слышал об этом решении. Ну, более того, вот я сейчас пытаюсь найти информацию какую-то, потому что проходил вообще суд 6 марта по припортовому заводу, и пока что, к сожалению, не вижу. Открытые источники? Открытый источник, посмотрите, да, поищем. Давайте поищем 7 миллиардов, это просто 7 миллиардов для Фирташа. Да, 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 7 миллиардов, да, Одесский припортовый завод. Уже, простите, Фирташ, такие деньги вдруг на ровном месте отгрызет себе? Да, есть 6,8 миллиардов. 6,8 миллиардов, видите, все нормально, да. 200 миллионов долларов? Да, чуть больше. 250 миллионов долларов, за что этому человеку такие деньги? Почему не все другое ничего? Ну, есть официальная версия, согласно которой он приложил руку к тому, что нынешний президент стал, ну, так сказать, полуофициальная версия, стал президентом, летали вроде бы как перед выборами президента и Кличко, и Порошенко в Вену, и там как бы получили добро, поэтому, наверное, он получает эти деньги. Но опять-таки контракт января 2013 года, когда президентом был Янукович. Вот. Извините, Сергей, хотел бы вас поправить, я просто очень заинтересовалась этим судом. Суть в том, что суд города Южный не принимал решение, он всего лишь не отменил предыдущее решение арбитражного института торговой палаты Стокгольма. Вы понимаете, суд города Южного к Стокгольму имеет такое же отношение, как и мы с вами. Согласно материалам дела, суд оставил без изменений предыдущее решение арбитражного института торговой палаты Стокгольма, а в заскании СПАО Одесский припортовый завод 5,24 миллиарда гривен непогашенного неоспариваемого долга и начисленной пене в размере полтора миллиарда гривен. Неоспариваемого долга, представляете, государство не оспаривает этот долг, потому что... Получается, что, извините, Южненский суд, он не против, да, говорит, Стокгольм прав. Конечно, Стокгольм прав, и Фирташ, который, да, там выиграл против Украины дело, конечно, он прав. Хорошо, но мы можем предположить, что беглый олигарх, скрывающийся олигарх Фирташ, который при Януковиче, при, извините за выражение, злочинной влади, вымутил, а по-другому никак не скажешь, и выдавил из Украины эти деньги, теперь их спокойно получит. Нет, он как раз выдавил при нынешней владе и получит, да, при Януковиче был подписан контракт, а деньги он получит сейчас. Ну, потому что решение Стокгольмского суда было в 15-м году. Не, ну, было в 16-м году, летом 16-м. Нет, поставите внимательно там, Алла, давайте внимательно, смотрите, летом 16-го года, и, знаете, как, вот у нас по делу 2-го мая, сколько уже суды продолжается? Три года, да, здесь в Одессе было. Тут, понимаете, в Стокгольме что-то кто-то решил. И очень быстро, да, без всяких споров, тем более, Алла правильно прочитала, что Украина не оспаривает этот долг, конечно, но это уже шаг. Да, причем там указаны компании, да, регистрация кипрская, офшорная регистрация, и вот нет никаких вопросов к этой компании, откуда у них газ, может это все-таки газ из России. Вот почему бы не начать преследовать эту компанию? На самом деле, на Кипре газа нет, это я точно помню. Да, понимаете, поэтому судьба Одесского припортового завода, мы с вами уже несколько раз ее обсуждали, при такой власти, при таком желании кому-то отдать этот завод, понятно, что этих денег нет. И знаете, как интересно? Это брать никто не хочет. Ну, подождите, как можно взять завод, которому приписали долг в 7 миллиардов? Вы возьмете, да? Абсолютно верно. Вот возникает вопрос, какая же будет судьба припортового завода, учитывая, что никто его брать не хочет, в Тангах никто участвовать не хочет, работают они уже на трехдневке, что дальше? Значит, они вообще, январь ферраль, не работали. Сейчас возобновили, если я не ошибаюсь, 2 марта, частично возобновили работу. Чтобы, опять-таки, никто не хотел его брать, глава «Нефтегаз-Укрын», опять-таки, государственная компания, он заявил, что он подаст в суд на фонд госимущества, который разрешил припортовому заводу пользоваться давайческим сырьем. Понимаете, вот как у нас государственные мужи друг к другу относятся, а точнее государственная собственность. Поэтому, поверьте, никто его не захочет брать, кроме одного человека, который вот выиграл суд в Стокгольме. Потом очень быстро это решение было имплементировано судом города Южного, опять-таки, не оспаривая нас к государству. А вы знаете, как это произойдет? Это очень интересная схема, я не помню, напоминает старую притчу какую-то восточную, когда вот сейчас за деньги, которые ему отдаст завод, он же его может и выкупить. Конечно. Потом оказывается, что завод звучит на меньше денег, и мы еще будем должны, мы еще соберем дополнительно мобильный перечень. Я боюсь, что это вот как раз этот случай. Вы абсолютно правы. Я сам так поступил, если, допустим, был злым гением каким-то олигархом. Здорово получить деньги. Мне кажется, что эта схема и отрабатывается таким образом. Но откуда возьмутся эти деньги, чтобы вернуть долг? Не возьмутся, поэтому ум согласится за долг взять землю вокруг Черного моря. Знаете, как у нас все, что приватизация произошла. Откуда у Ахметова были деньги, у Коломойского. Как они стали миллиардерами? Даже было начало заработать деньги, чтобы потом купить собственность. Так они вдруг, хоп, и стали. Помните старая добрая жутка, которая была описана в книге, которая называется «Олигарх». Книгу, которую написал один из соратников Бориса Березовского. Помните, когда Березовский придумал схему, по которой можно зарабатывать деньги? Ну, предположим, я доложил у вас рубль и оставил у вас чашку, завод. Понимаю, что надо что-то делать. А я должен Али рубль. Я отдаю рубль Али. Ала должна деньги вам, она отдает деньги вам. А потом я говорю, слушай, не нужен мне завод, давай обратно. Я отдаю завод, получаю рубль. Получается, я как был со своим рублем, так и остался. Все по кругу, никто никому ничего не доложил. Да, завод нарисовался из воздуха. И еще очень важная фишка. Да. Банк, через который проходили все взаиморасчеты, тоже на этом заработал. Видите, как хорошо для Фиртажа. Схема гениальная. Сейчас, да, с вами не очень хорошо. Тем более, видите, только мы с вами обсуждаем это решение суда. Ни центральные средства, ни РНБО почему-то не рассматривает. Слушай, ну, есть в этом и хорошая новость. Да. Сергей, есть хорошая новость. Я только что сейчас получил с космической почты. О чем я говорю? Наконец-то, наконец-то у завода в обозримом совершенно будущем может появиться хозяин. Ну, вы понимаете, в чем дело. Смотря как поступит господин Фиртаж, он скажет, давайте половину деньгами из бюджета Украины, а остальное – это завод. Ведь никто не знает, какие у него эти амбиции, аппетиты. Ну, правильно. Хорошо, у завода может появиться все равно собственник. Понятно, что может заработать гражданозующее предприятие. Люди не потеряют рабочие места, как минимум. Ну, это если он захочет, чтобы завод существовал. Может, ему просто нравится земля рядом с Черным мостом. Перепортом, да. Может быть, он хочет там построить какие-то терминалы. А пернательный порт. Ведь сейчас идет разговор о том, что будет в Одессе закрываться грузовой терминал. Почему бы не в Южный перенести его? Я не знаю об их планах. Ну, неужели припортовый завод настолько неинтересен, чтобы его развивать и поддерживать? Очень интересен. Когда-то он стоил 5 миллиардов долларов. Но, видите, сейчас его бесплатно. Кто-то может забрать. Может быть, что-то другое на его месте построят. Ведь январка тоже была интересна. Может быть, кому-то. А потом просто взяли, раздали землю и так далее. Поэтому, вы понимаете, мы, олигархи, они рассуждают не так, как нормальные люди. Почему ни в Европе, ни в США олигархов не пускают к власти? Если кто-то вдруг случайно попал, как Трамп. Все на него набрасываются. Потому что это, в общем-то, люди, у которых совершенно другая логика. Они рассуждают миллиардами. Им абсолютно все равно, что будет с людьми. С тем же портом Южного. Ведь у того же Фиртыша есть заводы в Крыму. Опять-таки, почему же никаких санкций против Фиртыша за его заводы в Крыму? Ну, подожди, он же в розыске. В розыске США, не со стороны Украины. Периодически ездят к нему украинские политики. Но в Украину он тоже не приезжает. Он не приезжает, чтобы просто не подставлять президента. Так, видите, в розыске в США, приедет в Украину, а его как бы не арестуют, друг президента. А потом Америка на президента бьется. Поэтому, да, он не хочет вредить. Я хочу, Сергей, последний вопрос. Это не вопрос, а такой взгляд в будущее от Сергея Якубовского. В течение какого времени закончится этот оборот от этой схемы, которую мы приблизительно набросали только что? Как скоро завод может получить хозяина, если склад идет именно в эту сторону? Ну, если все будет тихо, если украинские патриоты пропустят эту информацию мимо своих ушей и разрешат забрать этот завод, я думаю, это полгода-год. Полгода-год. Ну, мало. Мы успеем досмотреть это кино. Я-то думал, там лет 30. А кто же знает, успеем или нет, Саша. Я бы не загадывала так уверенно. Сергей, благодарим вас, что нашли возможность прийти сегодня к нам. Сергей Якубовский, экономист, был нашим гостем. Мы передаем слово Ксении Терзи. Она расскажет о том, что происходит в городе в эти минуты. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»